Да, интернет объединяет всех. Если вы увидите группу незнакомых людей, близко сидящих на какой-нибудь скамеечке, знаете где-то, раздают бесплатный Wi-Fi. За доступ в мировую сеть платить не надо, а вот за желание помочь другу, например, в приобретении телефона, заплатить риск есть. Стоит ли быть поручителем и чем обернется такая доброта, мы сегодня узнаем у нашего гостя Алексея Мишурнова, представителя организации общественной защиты. Доброе утро, Алексей. Доброе утро, Лёна. Доброе утро, Лёна. Да. Скажите, спасет ли заемщиков и горе-поручителей закон о банкротстве физических лиц? Ну, знаете, о спасении здесь приходить, говорить и не приходится. Закон толкуется неоднозначно. И самое главное, по нему просто нет практики на данный момент. Это как выпускник института, да, на работу не принимают, потому что нет опыта. С этим законом все то же самое. Даже сами банки в открытых интернет-источниках не ожидают такого, скажем, повального обращения граждан именно по поводу этого закона. Но в бытовом понимании люди от него ждут какого-то волшебства. На самом деле это не так. Там очень много нюансов и подводных камней. И как ни странно, для того, чтобы обанкротиться, объявиться обанкротом, тоже нужны деньги. В этом противоречит. Как правильно надо читать кредитный договор и заемщику, и поручителю, чтобы ничего не упустить? Во-первых, следует обратить внимание. Самое главное, вы уже озвучили, его надо просто читать. Потому что многие этого не делают, находясь под какой-то эйфорией при выдаче кредита, при его оформлении. И даже времени на это нет, чтобы его нормально почитать. Я бы рекомендовал, если возможно, брать эти документы домой, спокойно в обстановке их прочитывать. И на что стоит внимательно обратить свое внимание там в большей степени. Ну, как говорится, самое главное, все написано мелким шрифтом. Хотя сейчас его запретили, и это является нарушением с точки зрения оформления документов для банков. А самое основное, это процентная ставка, срок кредита, и сколько вам в конце придется заплатить. И как вы это осилите, в конечном итоге. Это основные всякие моменты. Ну, и другие, скажем так, скрытые услуги для заемщика, такие как ненавязчиваяся у нас рассылка, какая-то опция, скажем так, по возврату потерянных вещей, непонятная, кстати. Какие-то вот такие дополнительные вещи, которые нагружают человека вот именно в кредите достаточно серьезно. Ну, и, естественно, вопрос страховок. Скажите, а вот все пункты в договоре, касаемые заемщика, также и касаются непосредственно поручителя? Обязательно, да. По поводу поручительства тоже момент достаточно интересный. Так, вопрос о взаимоотношениях между людьми, насколько вы готовы рисковать. Как бы хорошо жизнь не строилась, она меняется у людей. И меняется жизненная ситуация, зачастую просто переворачивается все кверх ногами. И с точки зрения законодательства, в суде и в стадии исполнительного производства поручителю придется исполнять свои обязательства по договору, как положено. А часто ли такие случаи, когда поручителям своим преимуществом приходится отвечать за дружбу? Поручителям? Да. Ну, как я сказал, с поручительством я, по крайней мере, в практике сталкиваюсь гораздо реже. Но, да, такие случаи бывали. И что самое главное, хочу отметить, любое общение с банком нужно приводить все-таки в письменную форму. На стране, ну, как и везде, в государствах, право на заявитель. А любое устное, смс-очное, телефонное общение не имеет никакой абсолютной границей. А какие-то спасительные соломинки все-таки у поручителей есть? Самая основная соломинка, это все-таки находится на стадии принятия решения быть поручителем. Других, к сожалению. Ну, как вы считаете, вообще выгодно на сегодняшний день брать кредиты, становиться поручителем? Ну, я имею в виду, стоит ли сейчас это делать? Или, может быть, подождать каких-то лучших времен? Поручителям вряд ли нужно становиться, а кредиты брать, как вы считаете? Берем чужие, даем свои, поэтому о выгоде здесь говорить не приходится. Просто вокруг столько искушений, и сложно рассчитывать на свои основные источники дохода. Хочется сейчас и сегодня, и как можно больше, столько просто рекламы. Поэтому о выгоде все-таки говорить не приходится. И именно в текущую дату брать кредиты – это очень серьезный вопрос, и к ним нужно подходить очень осознанно. Я вас поняла. Сначала нужно все пощупать глазами, потом прийти домой, остыть, подумать еще очень хорошо. И только на следующий день вернуться в этот магазин и банк. Сказать, я согласен, все беру. Не читая договор, подписать все, что можно, там 150 процентов, ничего страшного. В России так и происходит в основном. Поэтому осознанно уже к этому подходить, действительно ли вам этот кредит нужен. И самое главное – рассчитывать свои силы, сможете ли вы его отдать в оговоренные сроки. Кредит на 3-5 лет. Спасибо вам большое, Алексей. Ну что ж, брать или не брать кредиты, уж тем более становиться ли поручителем, решать вам главное, чтобы не получилось, как в сказке про золотую рыбку. Чтобы бабушка не грустила, сидя на берегу моря, ей стоило бы попросить телевизор. Да, тогда бы она не теряла связь с внешним миром и смотрела новости на 12-м канале.